Друзья, всем привет, всем прекрасного вечера. Давайте сегодня мы с вами запишем настройку от Таро. Таро Тёмная Луна будет нам помогать. И давайте же просто спросим, на что нам стоит обратить внимание прямо сейчас. Расклад может резонировать полностью, может резонировать частично. То есть берите вот эту информацию, как некую формулу, некую подсказку, некий инсайт для себя. На что вам стоит обратить внимание, что вас сдерживает. Не просто обратить внимание, для чего? Чтобы это помогло вам получить какую-то информацию, какое-то понимание. Ага, вот мне нужно на это обратить внимание. Самолет нам подтверждает, что да, действительно. И это происходит некая распаковка, осознание, проблеск и всё. И вы уже как обновлённое немножко двинетесь дальше. И да, действительно, подсказка нужна, потому что кто-то немножко запутался. Возможно, вы в каких-то пребываете фантазиях, о чём-то мечтаете. Либо вы немножко подзастряли в иллюзии. Это говорит о том, что мы немножко неадекватно воспринимаем то, что происходит сейчас. Либо мы провалились в какую-то историю, в какую-то травму. И мы не понимаем, что делать дальше. Да, здесь однозначно выходят какие-то треугольники. То есть это какая-то некая ситуация. Или по жизни вас преследуют треугольники. В отношениях какие-то посторонние люди. События, истории. И ты никогда не остаёшься один на один с любимым человеком. Или в каком-то сотрудничестве. Или в работе. Постоянно кто-то влезает. Постоянно как будто кто-то мешает. Нет возможности разобраться. Тет-а-тет, с глазу на глаз. Здесь явный треугольник Карпмана. Здесь бы я порекомендовала поработать в терапии. На самом деле треугольник Карпмана идёт, конечно же, от взаимодействия наших отношений с родителями. Не родители виноваты как таковые. Они жили таким образом. И это каким-то образом влияет на нас. Наша задача осознаться, что возможно я не хочу так. Я хочу по-другому. И у нас есть шанс это перетрансформировать. Посмотреть на это по-другому. Что-то взять для себя более интересное, ресурсное. То, что вас как-то будут усиливать. И двигаться дальше. Получить другой опыт. Построить жизнь по-другому. Понимаете, да? Мы никого не виним. Мы просто работаем над собой. Всё. И после этого будет шанс. История треугольников должна быть трансформирована. Она исцелена внутри вас. И смотрите, и сразу же появляется какой-то новый шанс. Возможно здесь новая работа. Это связанная с финансами, с деньгами, с какими-то материальными ресурсами. Это всё что угодно. Дом, квартира. Либо же это просто какая-то возможность. Что-то не получалось? Получится. Не было возможности. Как будто не понимали, как это сделать. Появятся либо какие-то события, либо какие-то люди, специалисты скажут. Нужно сделать то и то. Позвонить туда и туда. Записаться. И как будто всё как по массу начинает разрешаться эта ситуация. Иногда как будто бы стена глухая. Тупик. Таким образом, когда мы прорабатываем вот эти вот блоки, забор, раскрывается там какой-то коридор. Смотрите, как раз карта подтверждает. Вот такие вот заборы. Здесь коса. Смотрите, человек освобождается. Мы освобождаемся от своих подсознательных, бессознательных установок, каких-то ограничений, надуманных фантазий. Высвобождаем себе путь. Расчищаем его. И тёмная колба подтверждает. Да, смотрите, выходим из пятёрочки пентаклей. Это немножко карта предательства себя. Когда мы понимаем, что мы это хотим, но мы почему-то этого не делаем. И когда мы наконец-то признаёмся, что да, оказывается, я так не хочу жить. Или я хочу переехать, поменять работу. Хочу другие отношения. Хочу, чтобы ко мне по-другому относились. Хочу по-другому выглядеть. Перестаёте предавать себя, признаётесь, как вы хотите, что вы хотите от этой жизни, от своей жизни. И начинаете двигаться в том направлении. Возможно, что-то придётся отпустить из жизни, от чего-то освободиться, с кем-то разорвать отношения. Но это неизбежно будет происходить, если вы выбираете путь развития. Путь развития, путь эволюции, как я люблю говорить. Если вы за кем-то подсматриваете, возможно, вам нравится. Говорите, я хочу вот так. Просто берёте и говорите, да, я хочу так, вы это выбираете. То есть перестаёте конфликтовать внутри себя. Здесь карта внутреннего конфликта. Не надо бороться с собой. Если вам кажется, что вы так можете, и вам это нравится, да, здесь карта подтверждает, что да, смотрите, ваша мечта. То есть вы внутренне принимаете, да, я хочу так, и никак иначе. Всё, что в моей жизни было, я это уже видела. Хочется чего-то нового. Хватит страдать, переживать, ночами не спать, локти кусать, если вы упустили уже какие-то шансы. Не надо себе подвешивать, тормозить. Посмотрите на эту ситуацию, да, с другой стороны. Пусть будет всё вверх тормашками, возможно, какое-то время. Вам нужно будет научиться отстаивать себя, свои границы, свои выборы внутренние, которые вы сделали. То же самое, как классное тело, чтобы иметь, что нужно сделать, следить за питанием, заниматься спортом, какими-то дыхательными упражнениями, физическими упражнениями и так далее. И вы как бы даёте себе усыновку, начинаете просто идти. Чтобы хорошо выглядеть, придётся поработать над собой. То же самое в других аспектах, в других целях, которые вы выбираете. Если вы выбрали это, так держите это. Да, здесь однозначно. Королева мечей. То есть, спасибо, мне это больше не подходит. Я выбираю другое. И я двигаюсь туда. Я, кстати, королева мечей. Воздушный знак. И сейчас мы вошли в аэру водолея. То есть, водолей — это тоже воздушный знак. Соответственно, все воздушные знаки усиливаются сейчас мгновенно, естественным образом. Как и другие знаки в своё время. И мгновенно все ваши мысли, все ваши намерения будут очень быстро реализовываться. Поэтому думайте о хорошем, о позитивном. Желайте людям только добра. Да, смотрите. Видите, как тут мечи усиливает. То есть, отрезайте, обрезайте то, что не актуально больше для вас. Всё, отпустите. Отпустите это прошлое из своей жизни. То, что вам причиняло такую боль. Этих людей. Всё, всем до свидания. Все свободны. И только после этого появляется туз кубков на пол. Да, как только вы отпустите это. Смотрите. Вы сами себя вот так заковали. Причиняли боль. В первую очередь мы сами себе причиняем боль. Никто не может нам причинить боль, если мы этого не позволяем. Нам же больно. Осознайте сейчас. Больно мне. Почему? Потому что я чувствую эту боль. Я выбираю ощущать эту боль. Значит, нужно освободиться. Прожить эту боль. Отпустить её. Исцеление. Когда мы обретаем внутреннюю целостность. Соединяется наша детская часть, взрослая, родительская часть. Мы прорабатываем все эти аспекты. Принимаем себе светлую сторону. Тёмную сторону, скажем, тёмные свои аспекты. Некая гармонизация происходит. И вот туз кубков. Да, я наполнен. Я спокоен, умиротворен. Я своей силе, мощи, красоте и осознанность. Продолжение следует.